Этот видеообзор посвящен первому выпуску записок Семипалатинского пододела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества за 1903 год. 31 марта 1902 года состоялось открытие Семипалатинского пододела Западно-Сибирского отдела Императорского Русского Географического Общества. Целью и задачей пододела было всестороннее изучение края – географическое, археологическое, этнографическое состояние Семипалатинского края. Нужно было где-то публиковать полученный научный материал краеведов. Поэтому под отдел стал выпускать книги, которые назывались «Записки». Всего под отделом было издано 20 выпусков с 1903 по 1931 года. Членами Семипалатинского географического общества стали Николай Абрамов, Алексей Белослюдов, Борис Герасимов, Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердеев, Мухтар Ауэзов, Манан Тургатбаев, Назипа Кульжанова, а также многие другие. Председателем общества был Николай Яковлевич Коншин. В первом выпуске «Записок» были опубликованы работы Вацлава Бенкевича, Николая Коншина, Филиппа Зубнина. В 1902 году Вацлав Бенкевич на одном из заседаний членов общества прочитал свой доклад «Киргизское степное скотоводство и меры к его улучшению». Доклад вызвал оживленную дискуссию. Бенкевич писал в статье, что причиной распространения кочевого скотоводства является А. Приспособление казахов к свойствам климата, почвы, растительности и орошения степей. Б. Более легкая система хозяйствования, нежели земледелие. Собрание рекомендовало ему опубликовать доклад, и скоро он появился в первом выпуске трудов Семипалатинского подотдела. В этом выпуске записок была опубликована статья Коншина «Материалы для истории Степного края. К истории Каркаролинского и Аягузского округов в 30-х и 40-х годах XIX столетия». Вот отрывок из этой статьи. В 1847 году Кенесары Касымов погиб во время борьбы с каракиргизами, а с его смертью затихли и волнения в Каркаролинском и Аягузском округах. Это был выдающийся во всех отношениях человек, далеко стоящий выше таких вождей, волновавших казахов, как Худайминды Газин, Сиванкул Хангожин и другие. Все они не были способны выйти из узкой сферы родовых казахских отношений, и только в лице Кенесары Касымова мы встречаем в истинном смысле народного казахского героя, мечтавшего о политическом единстве всех казахов без различия племен и даже орд. С его гибелью расширение русской власти в казахской степи пошло вперед такими большими шагами, что через 10 с небольшим лет явилась возможность вовсе устранить всякую власть султанов и вести среди казахов новое положение, проникнутое совсем иными началами, чем знаменитый устав о киргизах 1822 года. Ученый, а боевед Каю Мухаммедханов писал о Коншине. Это был видный ученый, много сделавший для изучения истории края. Он был большим другом казахского народа. В этом выпуске вошла вторая статья Коншина о памятниках старины Семипалатинской области. В этой работе он пишет о курганах, могильниках, о пещерах, о наскальных изображениях и надписях, о древних каменных и металлических орудиях труда. В 1904 году за труды по истории Степного края и за участие в открытии Семипалатинского отдела географического общества Николай Яковлевич Коншин был награжден серебряной медалью Центрального географического общества. Следующая статья – «Казачьи песни». В предисловии своей работы автор пишет, что здесь приводятся образцы казачьих песен. Записи этих песен были сделаны в 1897 году со слов казаков Ускаменогорского уезда Бийской казачьей линии. Это было началом работы Семипалатинского географического общества. В ней нашли отражение интересные страницы истории нашего края. Издание представляет интерес для ученых-историков, краеведов, для всех, кого интересует история родного края. Следующий обзор будет посвящен второму выпуску записок Семипалатинского пододела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова